Ну а в среду в 10 областях Украины, наименее лояльных Петру Порошенко, бесславно закончилось военное положение. Продлить его президенту Украины запретили из США и Европы. Война, тем временем, Петру Порошенко нужна для продолжения собственной политической жизни. Другой таблетки у него нет. Из Харькова и Донбасса Андрей Коновалов и Александр Сладков. Второй по величине город Украины Харьков. Один из главных научно-промышленных центров всего бывшего Советского Союза. До сих пор Харьков во многом сохранил этот потенциал. В городе работают десятки вузов и научно-исследовательских институтов. Остались производства. В эти дни Харьков входит в мирную колею. Харьковская область Украины в списке территорий, на которых до 26 декабря действовало объявленное властями военное положение. И пока горожане готовились к Новому году и Рождеству, военные были в повышенной боевой готовности. Впрочем, как уверяют харьковчане, это было незаметно. Все было и тихо, спокойно, нет ничего, мы не спостерегали. То есть это не означало, что больше техники где-то? Больше, с аптенами и не бачили. Тема войны сейчас в городе заметна лишь местами. Около главной городской елки на площади свободы собирают деньги на перемогу победу. Впрочем, особого энтузиазма у жителей милитаристская экспозиция и ящик для пожертвований не вызывают. Зато с рекламных счетов о другой победе вещает президент Петр Порошенко о предоставлении автокефалии Киевскому патриархату. Этот день вошел в историю. Но и сейчас в главных храмах и монастырях Харькова служат священники Украинской православной церкви Московского патриархата. Даже для тех, кто в целом поддерживает идею автокефалии, очевидно, что это политическая игра. С точки зрения конкретно выделения автокефалии, в принципе, я за. То есть этот момент, он для меня положительный. Но то, как он был проведен и подан, здесь у меня отрицательные эмоции. Когда какие-то громкие события начинают происходить накануне выборов, это однозначно политические какие-то ходы. Экономика Харькова во многом была завязана на Россию. Промышленность, туризм, торговля – это естественно. До российской границы 40 километров, до Белгорода – 80. Рынок Барабашова – второй по величине рынок Европы. Громадный хаб для торговцев текстилем, обувью, промтоварами. На рынке говорят о спаде оборота. Помимо ослабления экономических связей с Россией, сказывается и отток населения. Миллионы украинцев на заработках либо в России, либо в Евросоюзе. Раньше приезжали, что Россия, а теперь уже никто к нам не едет, а свои все обмещаются. Вот и все. Из крупных предприятий, оставшихся от советской эпохи, процветает только завод имени Малышева. Здесь в три смены и без выходных выпускают и ремонтируют бронетехнику для вооруженных сил Украины. Более мирные предприятия, к примеру, авиационные и тракторные заводы, балансируют на грани закрытия. Авиационный завод стоит, пока прокуратура уже лет 10 расследует многомиллионные хищения на госпредприятии. Трудности со сбытом и у Харьковского тракторного завода. Ну, не на всю мужесть, конечно, так, знаете, как сейчас инфляция швезти, поэтому с вами поднимается. Харьков – город промышленности, прикладной науки и студенчества. Если промышленность сейчас переживает упадок, науке не хватает денег, то вузы Харькова, в частности, Национальный университет имени Каразина, продолжают привлекать студентов со всей Украины. Впрочем, не только со всей Украины. Некоторые факультеты весьма успешно работают на экспорт. Я изучаю медицину. Мне тут всё понравилось. И университет, и город. И студенты, и служащие, и пенсионеры – все харьковчане в предновогоднем настроении. Город нарядился к праздникам, однако местами явно пустоват. Сказывается снижение потока туристов из России. Андрей Коновалов, Дмитрий Федотов, Харьков, Украина. Специально для Вести недели.